Прозрачные окна наряду со сверкающей кухонной плитой и сантехникой – визитная карточка хорошей хозяйки или хозяина. Качественно вымыть окна, особенно если вы живете в многоквартирном доме, да еще и на высоком этаже, задача не из простых, поэтому многие решаются на это только дважды раз в год. Когда лучше мыть окна? Идеальное время для уборки – нежаркая безветренная погода. Как лучше мыть окна? Начинать мытье окон лучше с разбора залежей вещей из подоконника, если таковые имеются, потом можно снять шторы и отправить их в стирку. Не забудь про жалюзи и москитные сетки. Следующий этап – мытье подоконника и оконных рам. Лучше не использовать для этих целей соду и прочие абразивные средства. Можно повредить как пластик, так и дерево. Вам понадобится емкость для моющего раствора и воды, например, тазик или ведро, ковшик. Также необходима будет губка, кусок сухой ткани или салфетки из микрофибры. Итак, универсальные пять способов помыть окна. Это с помощью газетной бумаги. Это один из самых старых и проверенных способов, хорошо знакомый каждому, кто застал советскую эпоху. В теплую воду необходимо добавить моющие средства для мытья посуды, порошок или натертое хозяйственное мыло. С помощью губки тщательно вытереть рамы, стекла и ручки, уделяя внимание особо грязным местам. Теперь чистой водой и чистой тряпкой необходимо ополоснуть стекла и начинать их вытирать скомканной газетной бумагой. Второй способ это мел. Данный способ также предусматривает предварительное мытье стекл теплой мыльной водой. Затем окна поумывают с раствором мела или зубного порошка, две столовые ложки на литр воды. Когда стекла высохнут, останется только протереть их чистой сухой тряпкой. Третий способ это с помощью уксуса. По этому рецепту модно приготовить многофункциональное средство. Во-первых, оно спасет от разводов, а во-вторых, отпугнет насекомых, которые, напомним, вносят немалый вклад в процесс загрязнения стекол. Чтобы приготовить раствор, необходимо смешать стакан теплой воды и 50 мл уксуса. Средство удобнее всего наносить на стекло при помощи пультивилизатора и вытирать окно насухо мягкой тряпочкой. Четвертый способ это моющее средство плюс уксус. Смешайте пол литра воды, 70 мл уксуса и чайную ложку порошка или моющего средства. Полученным раствором необходимо чертенно промыть окна. И последний способ это с помощью лимона или же лимонной кислоты. Уксусный запах нравится далеко не всем и все вы можете отнести себя к данной группе людей, но уксус можно заменить лимонной кислотой, которая обладает практически теми же свойствами. В стакане воды необходимо растворить 50 мл лимонного сока, а потом, воспользовавшись пульверизатором, нанести средство на стекла и протереть сухой тряпочкой. В квартире после этого будет приятно пахнуть лимонами. Успехов!